Ребят, всем привет! Небольшое включение. Извиняюсь, что с волосами полный трыдец, но уж извиняйте, у меня и дома полный бардак, потому что сил вообще никаких нет ни на что. Началась работа вчера. Вчера и сегодня уже по утрам меня прям рвет. Я написала своему гинекологу, она сказала, что надо будет походить на системы, потому что... Ну, если это начнет ухудшаться, то понятное дело, что с рвотой теряется жидкость, теряются микроэлементы. И в прошлый раз у меня рвота была там по 5-6 раз в день, поэтому меня уже положили на систему прям не в стационар, а прям полноценно на 2 недели. Вот, а так я пока просто поезжу на системке. Надеюсь, что мне поможет. Сегодня еще у Лёвы день рождения, ему исполнилось 3 года. Он родился в 6 утра, так что вот ему уже исполнилось. Сейчас они с мужем и с братом на даче. У нас вообще большая вечеринка. Я, честно говоря, не знала, получится, не получится. Блин, ну я очень извиняюсь, что у меня такой ужасный вид, потому что, ну... Ну вот какой есть, показываю вам. И, ребят, я не хочу никого этим запугать или что-то вот... Не хочу... Короче, давайте здесь я посижу. Я... Я, понятное дело, бледная, потому что, когда тошнит, то вся кровь уходит к желудку, и поэтому эта бледность, какой-то вид нездоровый. Поэтому я говорю, у меня беременность, особенно первые три месяца, совершенно не красит. Короче, да, день рождения, и у нас огромная толпа приезжает, и мы пригласили на дачу. Я, честно говоря, не знала, как бы я очень хотела... Лёва очень ждал день рождения, день рождения. То есть он уже понимает, что это такое. Он уже спрашивал, когда у него день рождения, что ему подарят. Напевал уже с днём рождения, а тебе. Ну, в общем, он уже прекрасно понимает, что это такое. Он очень хотел, чтобы приехали гости, особенно после моего дня рождения. И поэтому мы, конечно, с мужем очень хотели, чтобы у него всё-таки был праздник. Вот. И мы пригласили много людей с детками. Я пригласила где-то 10 дней назад, когда у меня... Ну, был уже, конечно, такой токсикоз, но ещё очень-очень терпимый. Вот. Понятное дело, что мы... Я прекрасно понимала, что это может всё ухудшиться, но, с другой стороны, также я понимала, что в любой момент я могу, если что, отменить. Но отменять я не буду. В итоге муж с Лёвой и с братом, они поехали на дачу вчера, чтобы всё приготовить. Хотя мы должны были все вместе, естественно, ехать, но я не могла, потому что я вчера хотела просто отдохнуть, набраться сил, потому что иначе сегодня, ну, меня просто... Я не выдержу. Вот. И... Скоро за мной муж заедет, мне нужно пойти в душ, накраситься, что-то покушать, хотя меня сейчас совершенно не тянет, но я поняла, что мне нужно есть. То есть, чем больше я ем, тем меньше, как бы, меня тошнит. Особенно, когда я ем, у меня вот в момент еды меня вообще не тошнит. Получается, нужно постоянно что-то хамячить. Вот. Завтра буду уже звонить гинекологу, договариваться про систему, потому что я думаю, что они мне помогут. В прошлый раз очень хорошо мне помогло. Вот. Ну, пока что все равно лучше, чем в прошлый раз. Все равно лучше, несмотря на то, что тошнота постоянная, кроме того, когда я сплю. Вот когда я сплю, ее нет. Остальные моменты она присутствует. Ладно, я пойду собираться, еще что-нибудь надо поесть. Просто я вот каждый раз заставляю себя есть, и потом я понимаю, что это правильно, это абсолютно было правильное решение, потому что надо... Нельзя терять микроэлементы, надо как-то исполняться. Вот. И, короче, да, сейчас поем что-нибудь, потом пойду в душ, накрашусь и поедем на дачу. Сегодня, я не знаю, если у меня не получится скрывать, потому что я, конечно же, не в активе, мягко говоря, да, то есть мне нужно присесть, прилечь постоянно, все-таки меня тошнит, мучит. Возможно, придется рассказать друзьям про то, что я в положении. Конечно, я планировала это сделать уже после 12 недель, как это принято. Я вообще не сторонник того, чтобы лично, в моем случае, да, чтобы там рано рассказывать. Но если это уже будет невозможно скрывать, если я там буду постоянно «ы-ы-ы», то придется сказать, потому что все равно люди же не идиоты, все равно они сами начнут там догадываться, допытываться. Мне вообще это тоже не очень нравится, когда все-таки мои друзья, они хорошо меня знают, и все равно они начнут догадываться, все равно они начнут там допытываться. Лучше я сама расскажу все, как есть. Ну, посмотрим, как я буду себя чувствовать, может, на свежем воздухе, но дальше мне как-то отойдет немножко токсикоз. Ну, увидим, посмотрим. Всем привет! Я думаю, что это будет, наверное, последнее включение на сегодняшний влоге, который называется как-то второй месяц беременности, в общем, что-то в этом роде. В общем, я ничего вам не рассказывала про то, что, как мы отметили день рождения, отметили на самом деле очень даже неплохо. У меня на свежем воздухе как бы стало как-то прям лучше, гораздо лучше, чем было. Вот, поэтому я держалась, можно сказать, бодрячком при моем состоянии. Честно, даже сама от себя не ожидала. Сейчас у меня схема такая, что... Меня рвет один раз в день пока что. Схема такая, что... Меня сейчас рвет один раз в день, это утром. И для меня это на самом деле не так плохо, потому что по сравнению, как у меня это было с Левой, по пять, по шесть раз тоже доходило. Конечно, один раз в день это еще ничего страшного, потому что, как правило, это происходит вот прямо утром. Я стараюсь попить водички, чтобы хоть было что-то в желудке, потому что желудок пустой, там только лишь один желудочный сок. Конечно, это неприятно все равно, но это терпимо. Тошнота не проходит, то есть тошнота постоянная присутствует. Ее не только тогда, когда я сплю. Вот. Но поначалу, конечно, день рождения, я думала, нет, я просто не сподоблюсь. Вообще ничего... Не то, что гостей принимают, но вообще ничего не смогу сделать. Но в итоге я всем гостям рассказала, потому что многие поняли. Увидя меня, они говорят, что-то какая-то сама не своя, что-то какая-то приплюснутая. Ну, в общем, я... Чтобы у людей не было никаких там лишних догадок и так далее, я решила все сказать как есть. Чтобы потом мне уже тоже было легче. Я правильно считаю, что все-таки правильно сделала, потому что мне не надо было корячиться и строить из себя, что я там прям вау, супер все могу, а по факту мне плохо. Поэтому все, естественно, за нас порадовались. Очень приятно. Конечно же, с пониманием отнеслись к тому, что я себя чувствую. Ну, мягко говоря, не айс. Вот. Поэтому пока что на систему я не ходила еще, потому что если будет продолжаться в таком роде, что рвот только один раз в день по утрам, это не так плохо. Я стараюсь есть. Сейчас буду пытаться сделать себе кашу. Ну, вчера, вот после дня рождения, да, вчера мы были на даче, целый день вечером приехали домой. Я себя чувствовала плохо. У меня началась мигрень, сильнейшая головная боль, тоже тошнота, постоянно непроходящая. И только к вечеру мне стало получше. Я выпила горячий чай, как-то мне полегчало. Вот, ну, конечно, актив у меня очень маленький, прям, можно сказать, никакой. Но я рада все-таки, что мы сделали Левень день рождения, потому что он очень хотел, очень ждал. Он очень готовился. Так что вот так. Еще раз хочу сказать, что... А, кстати, узнала, что моя подружка тоже беременна. Короче, мы с ней будем ходить вместе. Правда, у нее срок чуть побольше, где-то на месяц-полтора, чем у меня. Но ничего страшного. И у нее вот нет никакого ни токсикоза, в общем, ни у нее ни в первую беременность не было, ни вот сейчас у нее не было. Конечно, ну, вообще хочу сказать для тех, кто, может быть, еще не был никогда беременным, я ни в коем случае не хочу этим видео никого напугать. Потому что я вам просто рассказываю то, как это происходит у меня. и то, что я лично могу вам вот тоже поделиться своими наблюдениями, да, среди знакомых, среди людей, кого я знаю, кто рожал, ни у кого не было такого токсикоза, вот как у меня. Ни у кого. Поэтому все-таки это редкость. Скорее редкость, чем... Ну, не то, что норма, чем... Это редко встречается, короче. Я надеюсь, вы поняли, что я хочу сказать. Голова не совсем работает. Понятное дело, у кого-то присутствует какая-то там рвота, слабость и так далее. Ну, так что вот постоянное ощущение того, что ты чем-то отравился, которое не проходит ни на секунду, это все-таки редкость. Но вот у меня, видимо, такая вот особенность организма, что я вот так вот это переношу. Вот. Ну, надеюсь, что чем дальше, тем легче. И спасибо большое, что вы посмотрели этот влог. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Может быть, кому-то полезно, не полезно. Не знаю, может быть, кто-то сейчас находится тоже в подобном состоянии. Может быть, у вас тоже токсикоз. Может быть, у вас тоже... Вы испытываете подобные эмоции, что и я. Потому что я помню, когда я была беременна еще Левой, мне хотелось найти, когда мне было так плохо, я лежала на капельницах. И мне хотелось найти что-то вот, чтобы посмотреть, чтобы как немножечко отвести дух. Но на ютубе очень мало чего находила. Смотрела какие-то форумы, но там тоже всякая чернуха была. Ну вот, поэтому форумы, я не знаю, не могу советовать смотреть форумы, наверное, потому что там написано, ну, слишком много негатива тоже. В общем, да, напишите, как у вас. Сейчас, если вы... У меня будильник почему-то... А, ну да. Поделитесь. Ну что, ребят, привет. У меня начался постельный режим. Смотрите. В обнимку с тазиком. Такие вот конфетки. Типа натуральные, но они такие, знаете, кислые. Я почти все съела уже. Не хочу вам показываться, потому что выгляжу страшно. Без преувеличения. Вот хлеб с отрубями. Водичка. Кстати, классная. Мне очень нравится эта водичка. Нептунас. Это литовская. Хотя сейчас меня от воды тошнит. Я вот просто так воду пить не могу. Поэтому стараюсь либо даже вот с конфеткой, либо с чем-то. И смотрела Лолу Тейлор. Она там кушала. На инстаграм видео смотрела. Она кушала косичку. Боже мой. Как мне захотелось сыр-косичка. Это вот такой вот плетеный сыр. Я думаю, что все вы знаете, что это такое. Короче, я вот сейчас за этим присед съела пол. Пол этого сыра. То есть тут сколько? 150 грамм. 352 калории. Очень он такой прям копченый-копченый, соленый-соленый. Конечно, надо будет после него попить. Но это прям вот... Я не сам мне прям захотела. Я говорю, муж, пожалуйста, купи мне косичку. Он специально поехал в магазин, купил мне сыр-косичку. После Лёвеного дня рождения мне стало гораздо хуже. В плане того, что больше рвота. Вчера вырвала два раза. Тошнота проходит только, когда я сплю. Стараюсь днём тоже спать. Система ещё не ездила. По одной простой причине, что у нас сейчас везде в помещениях масочный режим. Я, честно говоря, не представляю, как я в таком состоянии буду сидеть с маской. Мне и так не хватает кислорода в обычном режиме. Потому что я постоянно... Мне кажется, что вот я хочу надышаться. Я дышу и ртом, и носом. И из-за вот этого вот режима ужасного, который у нас сейчас в стране творится, не хочу ехать на капельнице. Это единственное, что меня останавливает. Поэтому пока всё справляюсь своими силами. Завтра, наверное, будет последнее включение второго месяца. Потому что подходит к концу восьмая неделя. Покажу вам себя в полный рост. Ну, сегодня буду заканчивать. Потому что уже подустала. Так, ну что, ребят, сегодня заключающий... Сейчас свой свет включу. Заключающий день. Я извиняюсь, вот такой вот у меня вид. Заключающий день второго месяца. Уже начался сегодня третий месяц. Вчера я чувствовал себя лучше. Меня не вырвало ни разу. И тошнота была такая более-менее... Более-менее нетерпимая. Конечно, я целый день пролежала, просидела на диване, на кровати. Но не было рвоты. Сегодня в плане тошноты хуже. Но посмотрим. Беременный ренит у меня присутствует. То есть заложенность носа в прошлую беременность лёвая. Она у меня сохранялась до конца беременности, в принципе. То есть отекает слизистая. Это, в принципе, такой фактор, который может быть много у кого. Вот у меня он уже второй раз тоже. Покажусь вам. Не могу сказать, что у меня какой-то прям... Я сейчас супа поеду... Ну, как супа. Ролтон. Съела Ролтон. Короче, вот. Вы можете сказать... Ну, хотя, не знаю, может быть, какая-то припухлость видна. Как бы, да. Не знаю, как вы думаете. У меня беременные уже штаны. Конечно, для меня, и это было точно так же в прошлую беременность. Вот ещё, смотрите, сколько места для живота. Я не могу надевать свои штаны. То есть я в них вылезаю. Я влезаю во все свои штаны, во все свои юбки. Но мне некомфортно, потому что у меня сразу начинается давление на талию, давление на живот. Меня это очень напрягает. Поэтому я вот и в прошлую беременность с Лёвой очень быстро стала себе покупать беременную одежду. Именно штаны. Вот. Потому что мне сразу некомфортно. А если покупать просто большие штаны большого размера, то они будут свисать. А резинка моих спортивных штанов мне уже очень давит, мне уже некомфортно. В общем, я купила вот такие на H&M. Было две... Как бы двое штанов. Два в одном. Одни вот такие вот серые, другие черные. Черные очень линяют, а серые ничего, кстати. Вот. Поэтому вот так. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, как у вас проходила беременность. Если вы сейчас беременны, на данный момент напишите, на каком сроке. Напишите, есть ли у вас токсикоз, как вы себя чувствуете. Если вам не жалко, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет безумно приятно. Ну и, конечно же, я вам хочу пожелать всего самого хорошего. Главное, это крепкого здоровья вам и вашим близким. Мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...